Они трудятся, не покладая рук, чтобы получить долгожданные дни на свободе. Заключенные колонии-поселения в старых решетах ходят в отпуск и даже живут за пределами исправительного учреждения. Дарья Трофимова подробнее. В конце рабочего дня Дмитрий Оплетин покидает стены колонии-поселения, где отбывает наказание, и отправляется домой. Тут другой воздух. Хоть там зеленый бор, запах леса, но здесь он родной. Он домашний воздух. Вместе с супругой Дмитрий снимает квартиру в старых решетах. Жить на воле осужденному разрешили за усердную работу. Дмитрий строит вольеры для служебных собак и за хорошее поведение в первый год пребывания в колонии. Домашняя кровать не сравнится ни с чем. Посещаем кинотеатры, магазины. Все, что можно себе позволить в городе Первоуральске, мы стараемся себе в выходные позволить. Сосед семьи Оплетиных осужденный Александр Фомин. Он также приходит в исправительное учреждение на работу. Я спокойно вечером пришел. В шесть часов я отработал, пошел домой. Конечно, это гораздо комфортнее. То есть практически, почти можно сказать, свободный человек. В 66-й колонии-поселении свыше 130 заключенных. Большинство отбывает наказание за такие преступления, как невыплата алиментов, ДТП со смертельным исходом, пьянство за рулем. Тем, кто работает, как и на свободе, положен отпуск. Его продолжительность зависит от стажа. Станислав Таскин, например, 9 месяцев трудился на пилораме, прежде чем отправиться на отдых. Идет примерно месяц-день отбытого наказания. Месяц-день. Вот мне одобрили 4 дня. Увидел родных, близких, ну и плюс съездил до дома. Ну, это очень приятно. Долгожданная встреча с родными состоялась и у Сергея Корягина. Чтобы навестить родителей в Серове, молодой человек стал ударником труда и повысил объемы производства на пилораме. Дома-то есть дом. Родители были очень рады, что я приехал. До этого я тоже очень долго не был в отпуске, потому что я жил не здесь, не в России. Служил за границей. Как бы родители обрадовались. Ну, морально, физически я дома отдохнул. Все равно с мамой рядом намного лучше, чем здесь, в колонии. Таких привилегий одним трудом не добьешься, говорят сотрудники ГУФСИН. Специальная комиссия изучает всю подноготную кандидата на отпуск. Для предоставления таких мер поощрения мы изучаем осужденных со всех сторон, всесторонне. Смотрим и предыдущее его поведение до осуждения. Где работал, какие социальные связи, как характеризуется по месту жительства. С начала этого года на свободе побывали 4 заключенных 66-й колонии поселения. Подобную систему поощрения заключенных опробовали уже в 9 свердловских колониях. Осужденных отпускают на срок от одной до двух недель раз в год. С условием ежедневно отзваниваться в дежурную часть. Свободные дни в этом году получат еще несколько десятков заключенных по всей Свердловской области. Как говорят сотрудники ГУФСИН, второй отпуск для осужденных может стать бессрочным, хоть и по УДО. Наря Трофимова, Владислав Колупаев, События ОТВ.